Привет всем! Меня зовут Юко Катанако. Сейчас я покажу вам свой метод контурного лицевого массажа. Этот массаж поможет вам избавиться от морщин и провисаний на коже, увеличенных пор и мешков под глазами. Массаж занимает 3 минуты. Если вы будете делать его каждый день, то ваше лицо помолодеет на 10 лет. Все, кто хочет привлекательно выглядеть, должны последовательно выполнять все шаги. Давайте перейдем к демонстрации техники массажа. Научимся управлять техникой массажа и силой нажатия во время его выполнения. Массаж выполняется от ба к подбородку, затем от подбородка обратно к колбу. После этого распространяется на все лицо. Перед массажем возьмите достаточное количество массажного крема и равномерно распределите по всему лицу. Первый участок, над которым мы будем работать, это лимфатические узлы, начинающиеся от ушей. Массируйте пальцем вдоль этой линии от уха до шеи. Это подготовительные процедуры перед массажем, которые нужно повторить 3 раза. Выполняя упражнение, вы должны двигаться вниз по шее к ключицам. Так как по шее проходят лимфатические пути, то вы должны прилагать некоторые усилия. Начинаем наш массаж с олба. Расположите 3 пальца на середине. Помните, что вы должны осуществлять легкое нажатие во время движения пальцев. Продолжайте массаж вдоль височной области, вниз к ключицам. Повторите это 3 раза. Теперь мы делаем массаж глаз. Средним пальцем от внешних уголков глаз через низ к внутренним уголкам глаз. Затем через верх возвращаемся обратно к внешним уголкам глаз. Легко нажмите пальцами в височной области и под глазами. Затем продолжайте движение вниз к ключицам. Повторите это 3 раза. Это упражнение не только разгладит морщины, но и избавит от мешков под глазами. Сейчас промассируем область вокруг рта. Это движение поможет подтянуть уголки рта вверх. Начинайте с середины подбородка. Массируйте через уголки рта вверх в область под носом, где нужно увеличить силу нажатия. Повторите это упражнение 3 раза. Итак, от уголков рта до точки под носом, где увеличиваем силу нажатия. Теперь переходим к массажу крыльев носа. От массажа крыльев носа переходим к переносице. Это движение может укрепить мышцы в этой части лица. Массируйте, повторяя движение вверх-вниз. Далее продолжайте движение вниз по скулам, к шее и ключицам, отгоняя лишнюю лимфу. Теперь начинаем от середины подбородка. Проходя через уголки рта, затем крыльев носа по направлению к внутренним уголкам глаз. Это упражнение улучшит ваше лицо и разгладит носогубные складки. Повторите это движение 3 раза. Итак, от середины подбородка, проходя через уголки рта, затем крыльев носа по направлению к внутренним уголкам глаз, где усилите давление на 3 секунды. Далее продолжайте движение вниз по скулам, к шее и ключицам, отгоняя лишнюю лимфу. Многие люди имеют в этой части лица больший жировой слой, поэтому здесь нажимайте посильнее. В то же время вы должны соблюдать баланс между болью и неприятными ощущениями. Этот шаг мы начнем с одной стороны щеки. Массируйте по диагонали, одним движением перемещаясь к уголку глаза. Это упражнение усиливает нижнюю часть лица, а также подтягивает бролевую зону, разглаживая носогубку. Повторите это три раза. Повторите это же движение с другой стороны. Ваше лицо должно быть симметричным. Точно так же выполните это упражнение три раза. Теперь поработаем над областью лица между подбородком и щеками. Для начала надавите на округлости скул возле крыльев носа, захватывая жировую ткань. Теперь с усилием отводите пальцы в стороны к ушам и далее вниз по шее к ключицам. Сделайте это упражнение три раза. Упражнение укрепляет среднюю часть лица и разглаживает носогубные складки. Это упражнение защищает от появления носогубных складок и разглаживает кожу вокруг рта. Начните с крыльев носа. Это расслабленная часть лицевых мышц. Надавите мягкой частью больших пальцев на эту область, затем отведите их в горизонтальном направлении, отгоняя лимфу. Далее вниз к ключицам. Повторите это упражнение три раза. В этот раз вы также должны найти баланс между болевыми и комфортными ощущениями. Если вы чувствуете боль, значит оказываете чрезмерное давление, уменьшите силу нажатия и не позволяйте вашей коже испытывать сильную боль. Теперь мы будем избавляться от провисания щек. Это явление также называется эффект шарпея. Используя мягкую часть основания больших пальцев, нажимайте с некоторым усилием, разгоняя застоявшуюся лимфу к вискам и далее к ключицам. Повторите это упражнение три раза. Последний шаг – это подтяжка мышц всего лица. Мы выжимаем лицо и застоявшуюся лимфу, перемещая ее к ключицам. Мы будем использовать следующий метод массажа. Помещаем ладони в центр лица, используя обе руки для прикрытия носа. И с усилием выжимаем застоявшуюся лимфу на оформлении ушей, затем вниз к ключицам. Повторите это упражнение три раза. Теперь правой рукой потираем лоб для предотвращения и устранения морщин. Левая рука располагается под подбородком для устойчивости, а правая в это время осуществляет движение вверх-вниз, слева-направо, вот таким образом. Теперь разглаживающее движение от лба через височную область к ключицам. Отлично, мы закончили. Массаж на практике. Итак, давайте начнем массаж. Для начала разогреем лимфатические пути. Начинаем прямо от ушей вниз к ключицам. Очень хорошо. Провторите это движение три раза. Теперь поместите три пальца в центр лба. Нажимая, начинайте движение вниз обеими руками, замедляя движение в височной области. Выполните это упражнение медленно, три раза, отгоняя лимфу к ключицам. Если вы имеете очень мягкий лоб, повторите пять раз, если необходимо. Массаж глаз. Средними пальцами начинайте от внешних уголков глаз по кругу. Сначала под глазами, затем по векам до бровей обратно к внешним уголкам глаз. Теперь от внутренних уголков глаз к внешним. В височной области нажимайте полегче. Пальцы, не отрываясь, плавно перемещаются от уголков глаз к височной области и оттуда вниз к ключицам. Повторите это упражнение три раза. Вспухшие глаза и мешки под глазами уменьшатся с помощью этого упражнения. Средними пальцами начинайте от внешних уголков глаз по кругу. Сначала под глазами, затем по векам до бровей обратно к внешним уголкам глаз. Теперь от внутренних уголков глаз к внешним, к височной области и оттуда вниз к ключицам. Теперь переходим к уголкам рта. Это упражнение разглаживает морщины, которые видны при улыбке. Начинаем из центра подбородка. Через уголки в область под носом, сохраняя нажим. Давление должно быть такой силы, чтобы вы чувствовали нажим на десны. Повторите упражнение три раза. Распрощайтесь с плоским носом. Сделайте своды переносицы более высокими. Массируйте вокруг крыльев носа три раза. Затем медленно массируйте переносицу три-четыре раза. Теперь проработаем линию вокруг носа. Так называемые носогубные складки. Расположите пальцы в центре подбородка. Нежно надавливая на мягкую часть, подтягивая уголки рта к крыльям носа, задержитесь на три секунды возле глаз, продолжая надавливать на кожу. Затем разведите пальцы к вискам и оттуда снизу давления перемещайтесь вниз к ключицам. Выполняйте упражнение три раза. Если вы чувствуете боль, уменьшите силу давления. Еще одно упражнение для разглаживания носогубных складок. Мягко положите одну руку на одной стороне лица. Второй рукой нажимайте уголок рта, двигаясь вверх по диагонали. Задержитесь на три секунды возле глаз, продолжая легко надавливать на кожу. Затем разведите пальцы к вискам и оттуда снизу давления перемещайтесь вниз к ключицам. Повторите три раза. Это упражнение может вызвать болевые ощущения. Держите баланс между болью и комфортом. Теперь меняем руки и повторяем упражнение с другой стороны. Так как на лице модели не надесено массажное масло, кожа покраснела и местами раздражена. Если использовать массажный крем, раздражение возникать не должно. Не забывайте мои советы и массируйте медленно. Заканчиваем работать с носогубкой. Для начала расположите руки горизонтально. Указательный и средний палец перпендикулярны крыльям носа. Нажатием отгоняйте лимфу наружу, к ушам и вниз к ключицам. Повторите это три раза. Теперь будем работать над провисшими щеками. Коррекция овала лица. Это упражнение требует от вас большего внимания. От подбородка, используя мягкую часть ваших больших пальцев, непрерывно давите в течение трех секунд. Далее уводите руки горизонтально в сторону к ушам и затем вниз к ключицам. Повторите это три раза. Впрочем, у кого уже провисшая кожа, следует выполнять это упражнение пять раз. Одним движением отгоняй лимфу к ушам, а затем к ключицам. Избавляемся от эффекта шарпея в области между уголками рта и ушами. Так же, как и ранее, поместите по жидушечке больших пальцев рядом с уголками рта с каждой стороны. Слегка наклонившись вниз, подтягивайте мышцы щек вверх к ушам. Дойдя до ушей, уменьшите силу давления. Слегка поднимите голову и руками мягко опускайтесь вниз по шее к ключицам. Когда вы сделаете это упражнение, вы можете чувствовать излишнюю боль. Держите баланс между болевыми ощущениями и комфортом. Хорошо. Теперь поработаем над вторым подбородком. Упражнение сделает второй подбородок меньше. Положите подушечку большого пальца на кончик подбородка и давите вверх, в сторону уха. Рука мягко скользит за ухо. Снова положите ладонь на подбородок и медленно повторите это упражнение 3 раза. Те, у кого проблемы со вторым подбородком, могут сделать это упражнение 4, 5 и более раз. Теперь будем подтягивать мышцы всего лица. Двумя руками большие пальцы обнимают подбородок, ладони покрывают крылья носа и лицо, словно вы хотите позвать кого-нибудь. Убедитесь, что между руками и лицом нет зазоров. Теперь, приложив некоторое усилие, перемещайтесь к ушам. Когда большие пальцы переместятся от подбородка к шее, двигайте руки вниз к ключицам. Повторите это 3 раза. Убедитесь, что прилагаете достаточно усилий. И во время массажа руки плотно, без зазоров прилегают к коже и плавно двигаются к ушам. А затем вниз к ключицам. Теперь, используя одну руку, мы будем разглаживать морщины на лбу. Слева направо и обратно справа налево. Плавно массируя кожу, разглаживаем большие морщины лба и другие мелкие морщинки. Будьте терпеливы. Выполняйте горизонтальные движения вверх-вниз и вниз-вверх равномерно по всему лбу. Теперь мы переходим к последнему шагу. Поместите руки в центр лба и скользите к вискам. А затем к ключицам. Ну вот, мы и закончили массаж. Советы по массажу. Есть два основных момента, в которых многие люди, выполняя массаж, делают ошибки. Я заострю внимание на этих местах. Во-первых, это упражнение на ликвидацию провисших щек. Убедитесь, что вы задействуете в массаже большой палец и его мягкую часть. Вы должны начинать массаж из точек рядом с крыльями носа под скулой. Попробуйте понажимать на эти точки средними пальцами. Вот хорошо. Теперь посмотрим, как это выглядит во время массажа. Мягкая часть большого пальца вот здесь. Поместите эту часть, указанную выше точку, и надавите. Вот, совершенно верно. Убедитесь, что ваши руки не сдавливают крылья носа, иначе получается неправильная позиция. Итак, поместите руки в исходную позицию, они находятся близко к крыльям носа, а затем равномерно подтягивайте мышцы вверх, в сторону к ушам, а затем вниз к ключицам. Запомните это место. Теперь о расположении лимфатических путей. Если вы неправильно понимаете, где находятся лимфатические пути, то эффект от массажа будет прямо противоположным от ожидаемого вами. Для начала расположите руки так, как показано. Теперь опускайте обе руки по лимфатическим путям шеи к ключицам. Неправильный способ сделать это, это расположив руки возле ушей, перемещать их вниз, вдоль лица к подбородку. Если вы массируете так, то вы только делаете лицо еще более провисшим, так как здесь нет лимфатических путей. Надеюсь, вы запомните эти советы и сможете избежать ошибок в процессе массажа. Массаж над тями или кончиками пальцев это неправильно, так как мы массируем не кожу, а глубокие мышцы лица. Когда мы говорим о массаже пальцами, используйте весь палец и всю руку для равномерного воздействия на мышцы лица. Если вы применяете легкие нажатия, то это не улучшит состояние вашего лица. Но это совсем не значит, что лучше давить со всей силы, испытывая невыносимую боль. Вы должны соблюдать баланс между комфортом и болевыми ощущениями. Если вам требуется большая сила нажатия, то сначала разберитесь в технике массажа, а потом применяйте это на практике. Каждое упражнение должно состоять из непрерывных движений и плавно заканчиваться в области ключиц. Каждое движение должно быть медленным и уверенным. Поэтому убедитесь, что вы выполняете завершающее упражнение, отгоняя лимфу вниз по лимфатическим узлам к телу. Лучшее время для массажа это утром или вечером, когда ваша кожа чиста. Вы можете делать его один или два раза в день. Если не использовать достаточное количество массажного масла, то массаж может вызвать раздражение кожи. Во время массажа следите за тем, чтобы ваши губы и зубы были сомкнуты. Если у вас есть какие-либо проблемы с подбородком или с кулами, выполняйте массаж более нежно. Если состояние вашего тела плохое, то этот массаж лица вам не подойдет. Этот массаж не только улучшит состояние дряблой кожи, но также и разгладит морщины и крупные поры. Он улучшает состояние глубоких мышц, находящихся в толще кожи, тонизируя лицо и улучшая кровообращение. Выполняйте массаж перед нанесением макияжа для лучшего результата, так как упругости цвет кожи будут лучше, если выполнять массаж без какой-либо косметики. Сравните до и после массажа. До. После. Внешние уголки глаз подтянуты. Полностью исчезли мешки под глазами. Носогубная складка стала менее выраженной. Уголки рта подтянуты. Лицо стало уже. Линия подбородка стала острее. И линия носа вытянулась. Он стал выше. Танако, хотела бы сказать вам. Друзья, вам понравился мой массаж? Если вы будете делать его каждый день, состояние лица значительно улучшится. Исчезнут шероховатости, морщины и провисания. Пожалуйста, потратьте всего лишь 3 минуты на массаж. Время этой процедуры действительно мало. Делайте массаж утром или вечером, и вы убедитесь в его эффективности. Удачи всем! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok